Житие святого благоверного князя-страстотерпца Игоря Черниговского. Память. 19 сентября, 2 октября. Середина XII века была до Руси скорбным временем непрерывных междоусобных браний цакийской княжения двух княжеских группировок — Ольговичей и Мстиславичей. Все они были в близком родстве, все — правнуки Ярослава Мудрого. Мстиславичи назывались по имени своего отца, святого Мстислава Великого, представление 1132 год. Сына Владимира Мономаха, отсюда другое их название — Мономашичи. Ольговичи назывались по имени Олега Святославича, представление 1115 год, прозванного за свою горькую судьбу Гориславичем. Олег Гориславич был сын киевского князя Святослава, который участвовал в 1072 году в перенесении мощей святых страснотерпцев Бориса и Глеба. И вошел в историю Русской Церкви как владелец двух замечательнейших богословских сборников того времени — изборника Святослава 1073 года и изборника 1076 года. В некоторых древних месяц словах и сам князь Святослав почитался угодником Божиим, но особенно прославились два его внука. Преподобный Никола Святоша, представление 1142 год, и двоюродный брат его, сын Олега Гориславича, святой князь-мученик, Игорь Ольгович, представление 1147 год. Преподобный Никола Святоша и святой Игорь Ольгович представляют два различных пути христианской святости в Древней Руси. Преподобный Никола, отрекшись от мира и княжеских обязанностей, стал простым иноком и мирно почил, проведя почти 40 лет в монастыре. Святой Игорь, волей Божией вступивший в борьбу за киевское княжение, мученическим подвигом должен был искупить наследственный грех княжеских усобиц. В 1138 году великим князем киевским стал старший брат Игоря Всеволод Ольгович, прадед святого Михаила Черниговского. Хотя его княжение длилось всего несколько лет и было наполнено непрерывными войнами, князь считал Киев своим наследственным княжеством и решил передать его в наследство своему брату Игорю. Он ссылался при этом, например, Владимира Мономаха и говорил, как бы нарочно подзадаривая Мономашичей, «Владимир посадил Мстислава, своего сына, после себя в Киеве, а Мстислав, брата своего, Ярополка. А вот я говорю, если меня Бог возьмет, то я после себя даю Киев брату моему Игорю». Но Бог гордым противится. Горделивые слова Всеволода, которого и так не любили киевляне, стали предлогом для возбуждения ненависти против его брата Игоря и всех Ольговичей. «Не хотим быть в наследстве», — решила Киевская Веча. Злоба и гордыня князя вызвали ответную злобу и гордыню киевлян. Святой Игорь против воли, вовлеченный в самый центр событий, стал невинной жертвой нараставшей ненависти. Грозные события разворачивались стремительно. 1 августа 1146 года умер князь Всеволод, и киевляне целовали крест Игорю, как новому князю. А Игорь целовал крест Киеву, справедливо править народом и защищать его. Но, приступив к крестное целование, киевские бояре сразу же призвали Мстиславичей с войском. Под Киевом произошла битва между войсками князя Игоря и Изяслава Мстиславича, князя Переославского. Еще раз нарушив крестное целование, киевские войска в разгар сражения перешли на сторону Изяслава. 4 дня Игорь Ольгович скрывался в болотах около Киева. Там его взяли в плен, привезли в Киев и посадили в поруб. Это было 13 августа. Все его княжение продолжалось две недели. В порубе это был холодный бревенчатый сруб без окон и дверей. Чтобы освободить из него человека, надо было вырубить его оттуда. Многострадальный князь тяжко заболел. Думали, что он умрет. В этих условиях противники князя решили вырубить его из заточения. Тогда же его заставили принять монашество в монастыре святого Иоанна, что, впрочем, было вполне созвучно его собственным желаниям, так как он с юности проявлял особое благочестие. Был читатель книг и в пении церковном учен. Теперь под тяжестью бед и скорбей в душе его совершилась решительная перемена. Он горько каялся в грехах прошлых. Скорби души, кающиеся в соединении со скорбями заключения темничного, истощили силы его, и он поспешил просить себе милости, отречения от мира. Его вынесли из темица до того больного, что восемь дней не мог он ни пить, ни есть. И 5 января 1147 года епископ Переославский Ефимий постриг его выночество с именем Гавриил. Вскоре он выздоровел и был переведен в Киевский Федоровский монастырь, где принял схему с именем Игнатий и всецело предался иноческим подвигам, проводя время в слезах и молитве. Но дух братоубийственной ненависти бушевал над Киевом. Возбуждаемая гордыней и ослепленная ненавистью, ни одна из сторон не хотела уступать. Черниговские князья, двоюродные братья Игоря, замыслили заманить Изяслава Киевского в совместный поход с тем, чтобы захватить его или убить. Заговор открылся, когда князь был уже на пути к Чернигову. Возмущенные Киевляне, узнав о коварстве черниговцев, обрушили месть на ни в чем не повинного князя Схимника. Напрасно удерживал их митрополит Климент. «Не творите греха, дети, послушайтесь меня, иначе навлечете на себя гнев Божий, а вражда между князьями не утолится», — говорил он им. Они не хотели слушать ни его, ни Тысецкого. Пошли к монастырю. Правевший в Киеве князь Изяслав Мстиславич и особенно его брат князь Владимир пытались предотвратить это бессмысленное кровопролитие, спасти святого мученика, но сами подверглись опасности со стороны ожесточенной толпы. Стоявший во время святой литургии и молившийся пред иконой Божьей Матери, услыхал, чего хочет мятежная толпа. Он готовил себя ко всему мыслями о подвигах мучеников. Потом пал в слезах и молился. «Господи, призри на немощь мою, чтобы, уповая на Тебя, мог я перенесть все. Удостой взять меня из этого мятежного и мрачного мира в Твой свет». Свирепые мятежники, не уважая святости храма Божия, ворвались в храм, схватили Игоря, сорвали с него мантию и повлекли из храма. Игорь говорил им, «За что хотите вы убить меня, как разбойника? Пусть вы нарушили клятву предо мною, Бог вам простит». Меня он сподобил монашеского чина, и для меня довольно того. Мятежная толпа кричала, «Убейте! Убейте!» С Игоря сорвали подрясник, оставив в одной рубашке, и повлекли к воротам. В воротах монастыря толпу остановил князь Владимир и сказал ему Игорь, «Ох, братья, куда ты?» Владимир же соскочил с коня, желая помочь ему, и покрыл его корзнам, княжеским плащом, и говорил кивлянам, «Не убивайте, братья!» И вел Владимир Игоря до двора матери своей, и стали бить Владимира. Так повествует летопись. Владимир успел втолкнуть Игоря во двор и затворить ворота. Но люди выломали ворота, и, увидев Игоря на сенях, крытой галерея второго этажа в древнем киевском тереме, разбили сени, стащили святого мученика и убили на нижних ступенях лестницы. Ожесточение толпы было столь велико, что мертвые телострадальца подвергли избиению и поруганию. Его волочили веревкой за ноги до десяти на церкви, бросили там на телегу, отвезли и повергли на торгу. Так святой мученик предал Господу дух свой, и совлекся ризы тленного человека, и внетленную и многострадальную ризу Христа облегся. Когда же в вечном того дня тело блаженного Игоря было принесно в церковь святого Михаила, Бог явил над ним знамение Велико. Сожглись свечи все над ним в церкви твоей. На другое утро митрополит послал феодорского игумена Ананию отпеть погребальное пение над князем в монастыре святого Симеона, построенном набожностью деда Игорева на окраине Киева. Игумен облег тело князя Инока в выношеские одежды и совершил погребальное пение. Благочестивый игумен горько плакал и сказал вслух всем, «Горе веку суетному и сердцам жестоким! Где любовь?» В то самое время загремел гром, и затряслась земля, и над церковью явился столб светлый. Народ в ужасе воскликнул, «Господи, помилуй!» 5 июня 1150 года, когда Киевский пистол был занят князем Юрием Долгоруким, его союзник, князь Черниговский Святослав Ольгович, родной брат убиенного Игоря, торжественно перенес святые мощи князя Игоря на родину в Чернигов, где они были положены врагу с теремом в Кафедральном Спасском соборе. Тогда же было установлено празднование памяти святого. Житие и страдания святого князя Игоря помещены в степенной книге. Икона Богородицы, перед которой он молился в последние минуты своей жизни, находилась в Великой Церкви Киево-Печерской Лавры с именем Игоревская. В иконописном подлиннике говорится, что святой князь Игорь ростом был средний и сух, смугл лицом. Волосы над обычаем, как поп, носил долги, брода же узка и мала, прилежно уставы иноческие хранил. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, а существующие власти от Бога учреждены. Посему противящиеся власти противятся Божьему постановлению, а противящиеся подвергнутся осуждению. Таково заключение жития святого князя Игоря. 19 сентября празднуется его мученическая кончина, а 5 июня – прославление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok